Опасно, сложно и неимоверно зрелищно. В Харькове состоялись соревнования по BMX. В уникальном для Украины в закрытом скейт-парке собрались сотни велосипедистов. Здесь проходят соревнования по BMX. Среди участников ребята с разных концов Украины все любители. В относительно молодом виде спорта байсикл-моду экстрим профессиональных спортсменов нет. Так же, как и нет четких правил. Вместо техники – зрелищность, вместо костюмов – свободный стиль, вместо обычного велосипеда – специальный, без тормозов. Это и есть главная задача участников – более зрелищно исполнить трюки, ну или хотя бы удивить необычностью исполнения прыжка. Соревнования идут, пока не определится чемпион. Сначала идет определение, ну грубо говоря, разбивается на группы по уровню человека, как он катает. Потом одинаковые по уровню люди сосвязаются в группах за определенные, как бы, ну то есть, чтобы группы были примерно равны. И потом выбирается, ну, у нас на этом контесте, как бы, нововведением одного победителя выбирают жюри, судей, а второго победителя выбирают сами участники. Оценивает жюри участников по нескольким критериям. Среди основных – точность исполнения трюков, их сложность и высота прыжка. Можно вылететь, сделать, там, 360, нужно приблить на стол, а можно приблить на трюках. То есть, вылететь. Уже нужно, как бы, по-другому оценить этот трюк. Вроде бы, трюк один и больше, но его исполнение отличается у каждого. Кто-то его сильнее прокачал, кто-то чуть-чуть слабее. Из тех, кто эффектно прокачал трюки, оказался один из самых известных райдеров в этом андеграундном виде спорта. Владислав Колода катается уже более 8 лет. Он и стал победителем. По мнению жюри, он лучше всех скомбинировал стили и хоть во время выступления часто падал. Это не испортило впечатление от технического исполнения трюков. Несмотря на то, что парень обзавелся уже спонсорами, говорит, что в Украине BMX пока что может быть только в качестве хобби, хотя в других странах это давно уже полноценный вид спорта. Так как государство не участвует в развитии данного вида спорта, организаторы делают все за собственный счет. Поэтому вход и участие в соревнованиях были платные – 35 гривен. Цель сбора средств – не заработок. Собранные деньги пойдут на развитие парка и постройку новых трамплинов.